Дирижирует специальный гость нашей программы художественный руководитель камерного хора Московской консерватории профессор Александр Соловьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 художественный руководитель, заслуженный деятель культуры Ирина Суслова за кратчайший исторический период наша страна возродилась из пепла и создала новую независимую мощную экономику новый расцвет переживало советское искусство мы жили ради светлого будущего и строили грандиозные планы но передышка для нашего народа оказалась недолгой для Европы и всего капиталистического мира коммунистическая идеология представляла большую опасность противовес ей зарождался нацизм проповедавший главенство одной нации над всеми другими коричневая чума охватила Европу Германия и оккупированные ею страны обрушили все свои ресурсы и всю свою военную машину на нашу страну 26 июня 1941 года через 4 дня после вероломного гитлеровского нападения на Советский Союз на Белорусском вокзале для уходящих на фронт солдат впервые прозвучала песня «Священная война» Слова Суворова о влиянии музыки на духоподъемность армии и народа ее роли на пути к победе вновь нашли свое подтверждение через века «Священная война» стала самой известной песней Великой Отечественной войны патриотическим гимном нации и символом непобедимости русского духа А накануне войны Сергей Прокофьев написал музыку к знаменитому кинофильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и на основе этой музыки создал кантату с одноименным названием «Священная война» 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 «Священная война»